Закончив изучение третьего раздела, вы пройдете половину пути к получению сертификата PADI Open Water Diver и будете знать почти все, что необходимо для получения сертификата PADI Scuba Diver. Здорово, правда? В этом разделе мы обсудим особенности подводной среды, планирование погружения, поговорим о погружениях судна и способах устранения возникающих проблем. Затем, после обзора третьего погружения в закрытой воде, начнется наше новое приключение. Приступим. Наверное, вы заметили, что некоторые факторы и особенности водной среды оказывают влияние на дайвера во время погружения. Это температура, видимость, течение, структура дна, жизнедеятельность морских организмов и солнечный свет. Вы уже знаете, что температура воды влияет на выбор теплозащитного костюма. Температура воды изменяется в сторону понижения при увеличении глубины. При этом образуются слои воды с четкими температурными границами. Плывя в теплой воде, вы можете попасть в струю холодной. Это явление называется термоклином. Разница температур на его границах может достигать от 8 до 11 градусов по Цельсию. Поэтому выберите гидрокостюм, позволяющий сохранить тепло на глубине, где вы будете находиться. Видимость играет большую роль при погружении. Это первая характеристика, которую следует учесть. На видимость влияют многие факторы – движение воды, погода, структуры дна и так далее. Ограниченная видимость не позволяет определить собственное местонахождение и местонахождение напарника. В этом случае пользуйтесь компасом, выполняйте рекомендации по ориентированию, старайтесь держаться как можно ближе к напарнику. Если совсем ничего не видно, лучше отказаться от погружения, ведь оно должно быть интересным. Погружение в очень прозрачной воде также связано с некоторыми трудностями. Дно кажется ближе, чем есть на самом деле. Чтобы не превышать запланированную глубину, чаще сверяйтесь с компьютером или глубиномером. Вы уже знаете, что во время погружения следует придерживаться спокойного ритма и избегать перенапряжения. Для этого необходимо учитывать влияние течений. Давайте поговорим о течениях. Течение – это движение воды, вызываемое ветрами, неравномерным прогреванием воды, приливами или волнами. Попытки плыть даже против слабого течения приводят к усталости и быстрому расходованию воздуха. Поэтому вам необходимо освоить некоторые приемы и погружаться только в условиях слабого течения. Если оно присутствует, начинайте погружение, медленно плывя против него. Тогда вам не придется прилагать усилий, плывя к месту выхода. Если вас подхватило течение, не пытайтесь с ним бороться. Плывите перпендикулярно течению, направляясь к кормовому концу или берегу. Попытки плыть против течения лишь приведут к усталости. Воздержитесь от долгих заплывов против течения, особенно на поверхности. Если вам предстоит недолго плыть против слабого течения, спуститесь ко дну. Обычное течение там гораздо слабее. Если вас подхватило течением при погружении с судна, и вы не можете подняться на борт, не стоит с ним бороться. Надуйте компенсатор плавучести или, если нужно, сбросьте грузы и расслабьтесь. Подайте сигнал о помощи и ждите, пока вас не подберет судно. Погружение в условиях сильных течений требует специальной подготовки и опыта. Самое интересное, находится около дна, поэтому большую часть времени вы будете проводить там. Структура дна влияет на выбор техники погружения. Если на дне ил, тина или песок, донный осадок очень легко взболтать. Поэтому старайтесь не касаться дна. Заходите в воду и выходите из воды очень аккуратно. При любой структуре дна поддерживайте нейтральную плавучесть. Не касайтесь дна, чтобы не поднять осадок и не повредить нежные морские организмы. Далее вы научитесь определять, на какой тип дна можно опускаться, не причиняя вреда окружающей среде. Но лучше избегать контакта с дном. Под водой вам может встретиться затонувший объект. У вас есть исключительная возможность увидеть часть нашего культурного наследия, морской истории. Сохраните эти места для будущих поколений. Регулируйте свою плавучесть, следите за обтекаемостью силуэта. Не пытайтесь взять какой-нибудь предмет на память. Соблюдайте местные законы. Старайтесь не повредить затонувшие объекты, когда бросаете якорь. Уважайте культурное наследие, которое покоится на дне морей. Взаимодействие дайвера с подводным миром может быть активным или пассивным. Активное предполагает физический контакт и часто связан с нанесением вреда, столкновением с кораллом или охотой на рыб. Пассивный контакт – это, например, фотосъемка или наблюдение. Лучше всего, если ваш контакт с подводным миром будет пассивным. При встрече с дайвером морские животные обычно спасаются бегством. Большинство из них безобидно. Если вы увидели потенциально агрессивное животное, сохраняйте спокойствие и не покидайте дна. Наблюдайте за ним, но не приближайтесь. Это может быть воспринято как угроза. Скорее всего, оно проплывет мимо. Наслаждайтесь видом, ведь такое нечасто встретишь. Если животное не уплывает, спокойно плывите вдоль дна по направлению к выходу из воды. Девять простых правил позволят вам избежать неприятностей при встрече с морскими животными. 1. Проявляйте уважение. Не дразните и не беспокойте животных. 2. Старайтесь, чтобы ваши руки и ноги ничего не касались, особенно в мутной воде. 3. Не надевайте бижутерию. Она выглядит как приманка. 4. При подводной охоте как можно быстрее вытаскивайте рыбу из воды, чтобы не привлечь хищников. 5. Надевайте перчатки и защитные костюмы, чтобы избежать порезов и ожогов. 6. Поддерживайте нейтральную плавучесть и избегайте контакта с дном. 7. Двигайтесь медленно и осторожно. 8. Следите, к чему прикасаются ваши конечности. И, наконец, 9. Не трогайте незнакомых животных. Помните, если вы встретились с очень красивым или очень безобразным представителем фауны, и он не пытается от вас скрыться, его ни в коем случае нельзя трогать. Вы заметите, что гораздо легче подобраться к подводному растению, чем к животному. Встречаются различные виды водных растений. От гигантских зарослей бурых водорослей до низкорослых трав в пресных водах. В таких растениях трудно запутаться. Однако, ваш силуэт все равно должен быть обтекаемым. Не забывайте смотреть, куда вы двигаетесь. Избегайте густых зарослей, и у вас не возникнет проблем. Если вы все же запутались, не беда. Остановитесь и медленно отплывите назад. Не пытайтесь развернуться. Вы можете запутаться еще больше. Скорее всего, вы сами или при помощи напарника легко освободитесь от растений. При необходимости согните или сломайте стебли растения. Это более эффективно, чем применение ножа. Занимаясь дайвингом, вы постоянно подвергаетесь воздействию солнечного света. Это может вызвать солнечный ожог, что очень неприятно. Поэтому будьте благоразумны. Носите одежду, защищающую от солнца. Постарайтесь больше находиться в тени, и не забудьте о темных очках. Пресная вода сосредоточена в озерах, ручьях и реках. В таких местах можно заниматься фотографией, исследованиями подводного мира, погружениями на затонувшие объекты. Факторы, влияющие на погружение в пресной воде, все те же, что и в условиях соленой воды. Течение, структура дна, условия видимости, температура воды, наличие термоклинов и судоходства. Пресные водоемы могут находиться выше 300 метров над уровнем моря. Погружение в таких условиях требует специальной подготовки. Плавучесть дайвера в пресной воде меньше, чем в соленой, поэтому вам понадобится меньше груза. В основном любительские погружения проходят в соленых водах умеренных и тропических широт. В соленой воде следует учитывать наличие волн, прибоев, прилива, течений, кораллов, судоходства, глубину, особенности морской среды и удаленность места погружения. Поскольку любое место имеет свои особенности, ознакомьтесь с местными условиями погружений. Океан может быть спокойным и неистовым. Его поведение влияет на ход погружения. Поэтому перед погружением в открытой воде инструктор расскажет вам о его условиях. Отправляясь в новое место, всегда интересуйтесь его особенностями. Планирование погружения позволяет избежать разочарований, не забыть снаряжение, заранее узнать об условиях и так далее. Планирование включает четыре стадии. И начинается в тот момент, когда вы приняли решение погружаться. Первая стадия. Предварительное планирование. Вы выбираете напарника, определяете цели погружения, место погружения, решаете организационные вопросы. Посмотрите свой журнал погружений. На всякий случай определите альтернативное место погружения. Вторая стадия. Подготовка начинается за день или два до погружения. Посетите местный дайв-центр или курорт. Послушайте прогноз погоды. Заправьте баллон. Составьте список необходимого снаряжения. Это позволит вам вовремя обнаружить и решить проблемы. Третья стадия. Перед выездом узнайте последний прогноз погоды. Скажите кому-нибудь, куда вы едете и когда вас ждать обратно. А также, что делать, если вы не вернетесь вовремя. Возьмите куртку, темные очки, сумку-холодильник и так далее. Упакуйте вещи. Те, что понадобятся в первую очередь, укладывайте последними. Еще раз убедитесь, что ничего не забыли. Прибыв на место, детально разберите план погружения. Это четвертая стадия. Оцените условия, решите, приемлемы ли они и стоит ли направиться к альтернативному месту погружения. Определите место захода в воду, место выхода из воды и маршрут. Повторите сигналы и способы общения. Решите, что делать, если вы с напарником потеряете друг друга. Договоритесь о пределах времени, глубины и запаса воздуха. Обсудите план действий в аварийной ситуации. Если у вас есть сертификат PADIS CUBBA Diver, планирование непосредственно перед погружением вы проведете вместе с инструктором, ассистентом инструктора или дайвмастером. Придерживайтесь плана погружения. Так вы получите массу удовольствия и избежите многих проблем. План должен быть прост, а его обсуждение занимать пару минут. Вы с напарником должны его разработать и точно следовать ему. Никто не сделает это за вас. Хотя погружения с берега интересны, самые захватывающие – это погружения с судна. Катер доставит вас к местам, недоступным с берега. Вам не нужно будет совершать долгих заплывов. Да и сама поездка принесет вам массу удовольствия. Если во время этого курса вы будете погружаться с судна, инструктор расскажет вам о важных аспектах этого вида дайвинга. Как мы уже говорили, перед погружением в новом месте узнайте о его особенностях. По сравнению с другими видами спортивного отдыха, дайвинг – один из самых безопасных. Однако следует помнить, что подводная среда таит в себе опасности. Во время обучения на курсах пади Open Water Diver и Scuba Diver вы научитесь сводить риск к минимуму. Если проблема возникнет, вы должны уметь ее решить. В том случае, если вы будете погружаться без участия дайвмастера, инструктора, спасателя и поблизости не будет врача, вы должны уметь оказывать первую помощь, проводить сердечно-легочную реанимацию, владеть навыками спасения на воде. Курсы по оказанию первой помощи ЕФА и курс дайвер-спасателя пади Rescue Diver научат вас предотвращать и решать многие проблемы. Вы получите большое удовлетворение от обучения на этих курсах. А сейчас нужно сосредоточиться на предотвращении проблем. Заранее узнайте контактные телефоны экстренных служб, скорой помощи и полиции, радиочастоты береговой охраны и других спасательных служб, например, сети безопасности дайверов. Если эта служба отсутствует в том месте, где вы находитесь, узнайте телефоны ближайшего учреждения, где есть барокамера. В любом случае, возьмите с собой мобильный телефон, радио, мелочь для телефона-автомата или другие средства связи. Ваш инструктор даст вам дополнительную информацию о местных службах спасения. Большинство проблем возникает на поверхности. Многих трудностей можно избежать, соблюдая ограничения, сохраняя спокойствие и поддерживая необходимую плавучесть на поверхности. При возникновении проблемы на поверхности, в первую очередь установите положительную плавучесть. Положитесь на свое снаряжение и не тратьте силы, чтобы держаться на плаву. Надуйте компенсатор плавучести, сбросьте грузы. Для этого вам нужен механизм быстрого сброса. Грузовой пояс подберете позже или купите новый. Если вам нужна помощь, подайте сигнал. Свистите, машите руками, кричите. Не позволяйте затруднению превратиться в проблему. Этим вы облегчите жизнь себе и другим дайверам. Как говорят дайв-мастера, с седых волос им стоит не тот дайвер, кто просит о помощи, а тот, кто в ней нуждается, но не просит. Иногда очевидно, что дайвер нуждается в помощи, а иногда нет. Вам нужно научиться распознавать проблемы, чтобы предпринимать адекватные действия. Если дайвер испытывает трудность, но контролирует ситуацию, он выглядит спокойным, подает сигнал о помощи и выполняет инструкции. Дайвер, потерявший контроль, теряет самообладание и паникует. Его действия беспорядочны и непродуманы. В таком состоянии дайвер забывает надуть компенсатор плавучести или сбросить грузы. Вытаскивает изо рта регулятор, сдвигает маску на лоб и тратит все силы на то, чтобы удержаться на поверхности и не утонуть. Его глаза расширены от страха и он не слушает инструкций. Паникующему дайверу нужно оказать немедленную помощь, иначе он будет бороться до полного изнеможения. Помощь другому дайверу оказывается в четыре этапа. Установите плавучесть себе и ему. Успокойте дайвера. Помогите ему восстановить дыхание. И, наконец, помогите дайверу выйти из воды. Всегда начинайте с установления плавучести. Если вы находитесь в воде, надуйте свой компенсатор плавучести и протяните другому дайверу какое-нибудь плавсредство. Если вы на поверхности, протяните или бросьте плавсредство оттуда. Если плавсредства у вас нет, надуйте его компенсатор плавучести или сбросьте его грузы. Или сделайте и то, и другое. После этого дайвер должен немного успокоиться. Поговорите с ним. Заставьте сделать несколько глубоких и медленных вдохов. Затем, если нужно, помогите ему выйти из воды. Во время третьего погружения в закрытой воде вы освоите приемы буксировки дайвера. Для предотвращения появления большинства проблем под водой, необходимо расслабиться, следить за показаниями манометра и не превышать предела. Основные проблемы, возникающие под водой, это перенапряжение, истощение запаса воздуха, регулятор, работающий в режиме свободного тока воздуха и запутывание. Из второго раздела вы узнали, как избежать перенапряжения, которое приводит к быстрому расходованию воздуха. Если вы или ваш напарник устали, остановитесь, отдохните, восстановите дыхание и продолжайте движение с меньшей скоростью. Воздух не закончится внезапно, если вы будете чаще смотреть на манометр. Он никогда не подводит, однако давайте смоделируем ситуацию. Если дышать через регулятор становится трудно, начинайте подъем, дыша спокойно и непрерывно. Давление воды уменьшится, и это позволит использовать воздух, оставшийся в баллоне. Использование альтернативного источника воздуха – лучший вариант в такой ситуации. Во время взаимопроверки снаряжения перед погружением убедитесь, что вы знаете, где он находится и как им пользоваться. Если на глубине 6-9 метров вы находитесь от напарника дальше, чем нужно, вы можете провести контролируемое аварийное всплытие. Поднимите голову вверх. Начинайте всплытие, выдыхая в регулятор и произнося звук ААААААААА Это поможет избежать баротравмы легких Если вы находитесь слишком глубоко для проведения контролируемого аварийного всплытия и не можете воспользоваться альтернативным источником воздуха напарника, произведите аварийное всплытие при положительной плавучести. Сбросьте груз и начинайте подъем, подняв голову и издавая звук «А-а-а-а». При этом вы превысите скорость безопасного всплытия, поэтому применяйте этот способ только в крайнем случае. На поверхности вам следует надуть компенсатор плавучести ртом или сбросить грузы. Современные регуляторы очень надежны. Их поломка приводит к свободному току воздуха, а не к прекращению его подачи. Из регулятора, работающего в этом режиме, тоже можно дышать. Вы научитесь этому во время следующего погружения в закрытой воде. Случаи запутывания в растениях, лесках и ветвях деревьев очень редки. В избежание этой проблемы смотрите, куда вы плывете. Двигайтесь медленно и надежно закрепляйте снаряжение. Но если вы все же запутались, остановитесь, подумайте, медленно и спокойно начинайте высвобождаться. Попросите напарника помочь. Если у вас заканчивается воздух и вы сильно запутались, то вам придется воспользоваться ножом. Действуйте осторожно, не порежьтесь сами и не порежьте снаряжение. Иногда узел на веревке легче распутать, чем разрезать. Определите, что сделать быстрее. Состояние на грани утопления может возникнуть, если дайвер заглотнул воды, сильно утомился, запутался или получил баротравму легких. В этом состоянии дайвер не реагирует на раздражители и не дышит. Ему необходимо оказать немедленную помощь. Если дайвер не дышит, проведите искусственное дыхание. Если у дайвера отсутствует пульс, вытаскивайте его из воды и проводите сердечно-легочную реанимацию. Если дайвер потерял под водой сознание и не реагирует на раздражители, нужно сделать следующее. Поднимите его на поверхность и проверьте, дышит ли он. Обеспечьте себе и пострадавшему положительную плавучесть. Обратитесь за помощью, если это необходимо. Наконец, помогите вытащить дайвера из воды. На суше следует продолжить оказание помощи. Перечисленные далее действия необходимо провести, если дайвер не реагирует на раздражители или испытывает симптомы баротравмы легких, среди которых затрудненное дыхание, помрачнение сознания, медленные реакции, неясность мышления, паралич, ухудшение зрения или боль в груди. Откройте дыхательные пути, проверьте наличие дыхания и пульса. Если нужно, приступите к проведению искусственного дыхания или сердечно-легочной реанимации. При наличии дыхания и пульса положите пострадавшего на левый бок, если это не мешает оказанию помощи. Если дайвер реагирует на внешние раздражители, положите его на спину. Дайте ему кислород, обеспечьте неподвижное состояние. Защитите его от жары или холода. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если вы не можете сопровождать пострадавшего в больницу, опишите детали несчастного случая и прикрепите лист с описанием к одежде дайвера. Итак, нас опять ждут подводные приключения. Давайте поговорим о вашем третьем погружении в закрытой воде. Вы уже знаете, что нейтральная плавучесть позволяет расслабиться, легко маневрировать и правильно всплывать. Во время третьего погружения в закрытой воде вы научитесь качаться на кончиках ласт. Прием, позволяющий контролировать плавучесть. Также вы будете регулировать плавучесть, надувая компенсатор плавучести ртом или пользуясь инфлятором. Чтобы надуть компенсатор плавучесть ртом, отсоедините шланг, сделайте вдох и выдохните две трети воздуха в инфлятор. Оставьте некоторое количество воздуха для последующей очистки регулятора. Вытащив изо рта регулятор, не забывайте выпускать непрерывный поток пузырьков. Переключайтесь с инфлятора на регулятор, пока не надуете компенсатор. Для качания на кончиках ласт следует опуститься на дно лицом вниз. Дышите медленно и глубоко. Маленькими порциями добавляйте воздух в компенсатор до тех пор, пока вы не сможете, качаясь на кончиках ласт, при вдохе медленно подниматься, при выдохе опускаться. Если получается, вы установили нейтральную плавучесть. Если физические особенности не позволяют качаться на кончиках ласт, можно делать это на коленях. Если вы пользуетесь сухим гидрокостюмом, инструктор покажет, как с его помощью можно регулировать плавучесть. При изменении глубины объем воздуха в компенсаторе или сухом костюме меняется, поэтому плавучесть нужно корректировать. Для поддержания нейтральной плавучести при спуске воздух нужно добавлять. При всплытии стравливать. При подъеме в открытой воде стравливайте воздух чаще, чтобы избежать неконтролируемого всплытия. Когда вы установите нейтральную плавучесть, инструктор попросит вас поплавать некоторое время, корректируя ее. Это упражнение имитирует плавание вдоль рифов или дна. Судорога – это непроизвольное, болезненное мышечное сокращение. Причиной служат обезвоживание организма, воздействие холодной воды, нарушение циркуляции, неправильный размер ласт, сильная нагрузка на мышцу и прочее. Ее легко устранить. Для этого остановитесь, расслабьтесь, потяните и помассируйте мышцу. От судороги ноги можно избавиться, потянув на себя кончик ласты, вытягивая при этом ногу вперед. Устранив судорогу, отдохните и возобновите движение с меньшей скоростью. Иногда напарник так устает или испытывает такие сильные судороги, что не может плыть. Установите себе и ему положительную плавучесть и проведите буксировку уставшего дайвера одним из способов. Это может быть буксировка за вентиль баллона или модифицированный способ буксировки. На занятия вы освоите оба приема. Вы уже знаете, как пользоваться октопусом и что испытывает дайвер, когда у него заканчивается воздух. Теперь мы выполним такое упражнение. Инструктор опять закроет вентиль баллона. При этом вы не будете смотреть на манометр. Когда вам станет трудно дышать, подайте сигнал напарнику «Нет воздуха!» «Дай воздух!» Возьмите у него октопус и начинайте дышать. Инструктор попросит вас поплавать вместе в течение одной минуты. Затем перейдите на регулятор и посмотрите на манометр. Стрелка не должна быть точно на нуле. Она должна быть либо выше, либо ниже. Поломка регулятора приводит к свободному току воздуха из него. Нужно научиться дышать из регулятора и в такой ситуации. Нажмите кнопку «Принудительные подачи воздуха» для ее имитации. В процессе дыхания старайтесь не сжимать регулятор сильно. Тогда лишний воздух будет выходить наружу. Из регулятора может вырваться струя воздуха и ударить маску. Ничего страшного. Вы будете дышать в таком режиме только 30 секунд. Обязательно посмотрите на манометр. Вы удивитесь, как много воздуха израсходовали за это время. Помните, что при нехватке воздуха на глубине 10-12 метров следует проводить контролируемое аварийное всплытие. Во время занятий в закрытой воде на небольшой глубине вы будете выполнять это упражнение в горизонтальном направлении. В открытой воде вам нужно будет поднять голову и начать подъем, не задерживая дыхание и издавая звук «А». В горизонтальном направлении достаточно проплыть метров 9. В бассейне вы будете выполнять упражнения, плывя первый раз по горизонтали, а второй по диагонали, с глубокого места в мелкое. В открытой воде проводить контролируемое аварийное всплытие гораздо легче. Познакомимся с навыками погружения в открытой воде. Первым делом проведите оценку условий погружения. Если они не подходят, подготавливать снаряжение не нужно. Инструктор научит вас оценивать погоду, температуру воды, структуру дна, величину волн, степень опасностей и подбирать место для входа и выхода из воды и так далее. Если вы понимаете, что в данном месте не удастся провести безопасное погружение, направляйтесь к альтернативному месту погружения. Если и там условия плохие, отложите занятия дайвингом. Погружение – это приключение и удовольствие, а не неоправданный риск. Готовясь к погружению, рассчитайте время и определите порядок действий, чтобы не устать и не перегреться, если, например, вы закончите подготовку гораздо раньше напарника. Начинайте подготовку одновременно с напарником, чтобы закончить ее также вместе. Соберите комплект акваланга, сделайте все возможные приготовления, например, обработайте стекломаски средством от запотевания. Затем надевайте гидрогостюм и грузы. Попросите напарника помочь вам надеть комплект акваланга. Закрепите на запястьях прибора. Проведите взаимопроверку снаряжения перед погружением. Наденьте маску, трубку и перчатки. Если погружаетесь в судно, ласты надевайте непосредственно перед входом в воду, если с берега – в воде, на глубине по пояс. После пары погружений эти действия войдут в привычку. Выбор способа входа в воду зависит от места погружения. Если вам трудно выбрать из нескольких вариантов лучший, остановитесь на самом безопасном. Если вы погружаетесь с берега, заходите в воду в полном снаряжении, не надевая ласт. Однако при некоторых условиях их придется надеть уже на берегу или там, где вода достигает пояса или груди. Когда вы зашли в глубокую воду, дышите через регулятор. Так, если вы споткнетесь, то сможете дышать и под водой. На большей глубине наполните компенсатор плавучести воздухом и начинайте дышать через трубку, чтобы сберечь воздух в баллоне. Если вы идете в ластах, двигайтесь спиной вперед или боком, волоча ноги по дну. Это поможет заранее обнаружить препятствия и спугнуть животных, которые могут ужалить, если вы на них наступите. Как только позволит глубина, начинайте плыть. Зачастую плыть легче, чем идти. Вход и выход через зону прибоя требуют специальной подготовки. Однако, если сила прибоя невелика, возможно, на занятиях вы будете заходить в воду через зону прибоя. Инструктор расскажет вам об особенностях входа и выхода из воды в этих условиях. Плавать по поверхности в открытой воде немного труднее, чем в закрытой. Приходится преодолевать большее расстояние, на воде могут быть волны, могут присутствовать течения. Наполните компенсатор плавучести воздухом наполовину, чтобы снизить сопротивление движению и выработайте собственный ритм. Плыть по поверхности труднее, чем под водой. Дышите через трубку, старайтесь не наглотаться воды. Помните, что ноги должны быть погружены в воду. Возможно, вам будет удобнее плыть на спине. Следите за направлением своего движения, проверяйте, рядом ли напарник. Спуск в открытой воде несколько отличается от спуска в закрытой воде. Во-первых, вы спускаетесь на большую глубину. Если вы правильно подобрали грузы, медленно удалите воздух из компенсатора плавучести. При выдохе вы должны начать снижаться. Чаще продувайтесь, не прилагая для этого чрезмерных усилий. Сохраняйте для легкости ориентации относительно вертикальное положение. С увеличением давления спуск ускоряется. Поэтому, чтобы достичь дна с нейтральной плавучестью, не забывайте время от времени добавлять воздух в компенсатор. При первых погружениях в открытой воде скорее всего, вы будете спускаться вдоль спускового конца. Держитесь за него вытянутой рукой, чтобы при качке судна на волнах он не ударил вас. Готовы? Вы почти закончили третье занятие в закрытой воде. Нас ждет открытая вода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают